В музее пожарной охраны Симбирска-Ульяновска можно заглянуть в прошлое и посмотреть при помощи чего тушили пожары в 18-19 веках. Здесь представлены уникальные экспонаты, выполненные в натуральную величину, конно-бочечные ходы, ручной насосный, санный параконный и линейка на ресурсном ходу. В 1752 году по указу Сената при царствовании Елизаветы Петровны для предосторожности от пожарных случаев предписывается содержать не только заливные трубы, но и при них при всяком месте содержать же по две лошади, либо одной бочки с распусками, железом окованные всегда с водою. Другими словами, конно-бочечный ход. Конно-бочечный ход служил пожарным вплоть до появления первых пожарных автомобилей, а в сельской местности исчез только в начале 1960-х годов. Бочки этой техники имели объем от 150 до 400 литров. При прибытии на место пожара команда, сняв ручной насос с телеги, опускала так называемый всасывающий рукав в водоисточник, либо при отсутствии таковых в бочку и вручную качала воду. В летнее время в телегу обычно впрягали одну лошадь, а зимой и в периоды распутицы по две и даже три, в зависимости от состояния дорог.